Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о важной проблеме, которая непосредственно касается сада и огорода, а именно о красоте и здоровье кожи рук. Говорят, что ничто так не выдает возраст женщины, как состояние ее рук, поскольку большинство наших зрителей – это женщины, мы не могли не затронуть эту тему. Несмотря на то, что особенно женщинам хочется быть красивыми, сохранять молодость как можно дольше, мужчинам тоже не очень-то нравятся все эти трещинки, все эти сухости, все эти неприятные ощущения на руках после работы в огороде, особенно с удобрениями, известковыми материалами, когда непосредственно контактируешь с землей, и так далее. Чем же помочь рукам для того, чтобы они не сохли, не трескались, были здоровы, чтобы в трещинки выйти не попадала инфекция, чтобы пальчики не нарывали, не болели околоногтевые вот эти зоны, чтобы одновременно были красивыми и кожа, и ногти, и руки в целом. В последнее время мне часто задают вопрос, как я отношусь к таким средствам для рук, хотя они для рук не предназначены, как, например, вот крем «Зорька». Крем «Зорька» продается в ветеринарных аптеках, в ветеринарных магазинах, и предназначен он для смазывания в имени коровы при дойке. Здесь написано, что этот крем содержит флоролизин, и из-за этого обладает большим комплексом чудесных свойств. Давайте разберемся сперва, что же такое этот крем. Надо сказать, что в его основе находится вазелин. Вазелин всем хорошо известен, одно из первых таких, можно сказать, уже древних средств для ухода за кожей. Вот этот вазелин является производным нефтепродуктов, одним из нефтепродуктов. Откровенно говоря, когда нюхаешь этот крем, то не сомневаешься в том, что он происходит от нефтепродуктов. Ей-богу, этот крем пахнет каким-то дизелем, дизельным топливом. Ну, то есть у него натуральный запах вазелина. В отличие от косметического вазелина, здесь использован вазелин неочищенный. Он использован неочищенный потому, что вообще-то этот крем не предназначен для использования людям. Он предназначен и зарегистрирован для использования коровам. Поэтому он содержит минимальный уровень очистки компонентов и к нему предъявляется минимальный объем требований по гигиене и по всем остальным показателям. Потому что он ветеринарный. Неудивительно, что он так зверски воняет. На руки ложится он точно так же, как и обыкновенный вазелин, если только исключить запах. Никаких других чудес в нем нету. По правде говоря, и стоит он совсем недорого. Но чем плохо вазелин? Вазелин создает влагонепроницаемую поверхность на коже. Как бы странно это ни звучало, но это вызывает усиление сухости кожи. Для коровьего вымя не придойки. Но что нам важно? Важно, чтобы руки хорошо скользили, чтобы вымя не травмировалось. И это вазелин, вот этот технический, вполне обеспечивает эту функцию. Ничего другого он обеспечить, по сути, по его составу не может. Написано, что он содержит некий флоролизин 20%. Ну, совершенно ничего не написано, что такое флоролизин, кроме каких-то хвалебных отзывов на тему «Уникальная разработка российских биотехнологов», «Натуральный сбалансированный комплекс биологически активных веществ». Ну, и что-то там оно содержит. Я не поленился и посмотрел, что же такое флоролизин. Конечно, производители немножечко тут уже с самого начала начали лукавить и применять какие-то такие маркетинговые ходы хитрые. Ведь слово «флора» обозначает растение. Поэтому они вроде как бы в уме у покупателей, которые понимают слово «флора», они создают ложное впечатление, что флоролизин – это некое производное растительное извлечение из растений. Надо сказать, это потешно, что на многих интернет-ресурсах, которые рекламируют для рук, для смягчения кожи это средство, не для коров, а для человека. И даже в видеоблогах именно флоролизин обозначают как извлечение из растений. Ничего такого даже близко. Дело в том, что флоролизин – это извлечение из плесневых грибов. Из такого гриба, как фузариум самбуцинум. Ну, это вот такие вот плесневые грибочки, которые можно выращивать на чашечках Петри. Их, соответственно, там как-то культивируют и на чашках, и не на чашках, и в жидкой фазе. Вообще, надо сказать, что то, что это плесень, не стоит сильно напрягаться по этому поводу и как-то отталкивать от себя, если что-то сделано с использованием биотехнологических методов, с использованием плесеней таких. Дело в том, что фузариум самбуцинум – это не патогенный гриб. Он даже способен формировать микоризу с зерновыми растениями. И он даже используется, сейчас изучается его использование для приготовления молочно-кислых продуктов, таких вот диетических молочных продуктов. Поэтому в том, что это плесень, ничего страшного нет. Но, по крайней мере, вы будете знать. Ну, доказать, есть там флорализин, нету там этого флорализина – я не знаю. Ну, это невозможно. Просто без каких-то тонких специальных методов никто этим заниматься не будет. Я дам свою оценку. Мазать вазелин на руки – это вредно, это мне не нравится, это сушит кожу. На вазелин на этот цепляется всякая грязь, частички почвы. А если учитывать зверский запах этого средства, воняет он дизельным топливом примерно вот так вот, как и нефтепродуктами, ну, неочищенный вазелин, то мне кажется, что ничего хорошего в этом нет совершенно. Если вы уж поклонники вазелина, то покупайте обыкновенный вот косметический вазелин, и будет абсолютно все то же самое. Но ни тот, ни другой крем или вазелин я вам не советую. Я вам советую для кожи рук, особенно летом, особенно когда большое солнце, и рук, и лица, использовать кокосовое масло. Оно создает прекрасную пленочку, которая защищает руки и лицо от каких-то вредных факторов, от влаги, от ветра. Самое главное, что кокосовое масло способно защитить также и от избытка солнечных лучей. Думаю, многим известна картина, особенно в конце весны, в начале лета, когда вы выходите в огород, на прополки какие-то, на уходные работы, возвращаетесь в обед домой, у вас все горит, все красное, солнцем обожжена кожа, глаза там внутри какие-то белые, тут вот если платок какой-то или кепка надета, значит полоска вот эта не страшная и так далее. Конечно, вам посоветуют использовать различные косметические средства с СПФ, с фильтрами солнечными, но на самом деле кокосовое масло в полной мере защищает от этих проблем. Кроме того, лауриновая кислота, которая входит в состав кокосового масла, обладает также и легким антисептическим противобактериальным действием. В этой связи это средство будет не только создавать хороший смягчающий косметический эффект, но одновременно также и защищать от каких-то инфекционных внедрений и поражений кожи. Кроме того, это масло является натуральным, оно является естественно производным кокосовых орехов. Соответственно, содержит в своем составе комплекс витаминов, которые содержатся в этом масле. Поскольку для косметических целей чаще всего предлагается нерафинированное кокосовое масло, то оно обладает приятным запахом кокоса, а также всем комплексом биологически активных веществ, которые находятся в этом масле. Поэтому, когда вы выходите в огород, воспользуйтесь этим средством, нанесите его на лицо, нанесите его на кожу рук и прекрасно работайте в саду. Если оно вам покажется слишком жирным, излишне жирным, вы можете легко смешать его с любым вашим любимым кремом для рук, в любой пропорции, которую посчитаете для себя комфортный, крем для рук, крем для тела, возьмите что угодно, добавьте его туда, размешайте и пользуйтесь. Это очень и очень хороший вариант для смягчения и защиты кожи при работе в саду и огороде. Я вам на этом желаю здоровья, прощаюсь с вами, спрашивайте, всегда рады на все ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова